Спасти сою от дождей и вывести свой хабаровский сорт фасоли. Специалисты дальневосточного НИИ сельского хозяйства представили свои исследования на краевом конкурсе молодых ученых. Они основаны на трехлетнем изучении местных климатических условий и постоянной работе в полях. Разработки молодежи это не просто научные статьи, а можно сказать инструкция к применению для обеспечения продовольственной безопасности в крае. Подробности в следующем материале. Климат меняется. Это замечают в частности сельхозпроизводители. Так в последние годы из-за холодов приходится позже выходить на посев сои. Не в середине апреля, а в начале мая. И сбор урожая из-за обильных дождей задерживается на месяц. Из-за этого снижается урожайность. Всего в коллекции дальневосточного НИИ сельского хозяйства порядка 30 сортов сои, которые были выведены в стенах института. Сейчас над тем, чтобы их усовершенствовать и адаптировать к изменениям климата, трудятся молодые ученые. Маргарита Хорняк в первую очередь интересуется сохранением сои с высоким содержанием белка. Сейчас очень многие люди переходят на правильное питание, не едят мясо. Им нужно как-то заменять количество белка в своем организме немясными продуктами. Соя – это самый высокобелковый продукт. Очень выгодно создавать образцы с высоким содержанием белка, чтобы потом использовать их в создании продуктов питания. Это соевый соус, соевое молоко, соевое мясо. Соя, как и пшеница, ячмень и овес – можно сказать, традиционные для Хабаровского края культуры. Пополнить этот список бобовыми планирует Александра Кондратьева. Вместе с коллегами она впервые на Дальнем Востоке выводит технологию выращивания фасоли. Когда сеять, чем удобрять, сколько воды и света нужно. Да, на эти вопросы могут ответить дачники. Однако любительские способы недостаточно точны, чтобы выращивать фасоль в производственных масштабах. В наших условиях почва характеризуется плохой водопроницаемостью. У нас часто бывает переувлажнение почвы. И это негативно сказывается на растениях. Последние несколько лет стараемся, взялись за исследование именно технологии возделывания, чтобы развивать производство фасоли на Дальнем Востоке. Сначала своя фасоль, в перспективе горох и другие культуры. Всё это часть большой работы по развитию продовольственной безопасности края. Под этим термином в первую очередь понимается самообеспеченность овощами, мясом и молоком. Животноводство в регионе тоже активно развивается, поголовье растёт. Однако вместе с этим увеличивается потребность в кормах, а это ключ к развитию. Своя кормовая база, выращиваемая у нас, а не закупаемая на Западе, это и минимальный риск задержки поставок, и уверенность в качестве, и, что важно для покупателей, фактор возможного снижения цены, так как расходы на логистику меньше. Задача уже наша, как раз и обеспечить, может быть, какую-то кормовую базу для этих животных. И с этой целью мы как раз и изучаем и производство различных кормов, и какие культуры, какой в структуре корма, какую долю они должны занимать, вот какие сорта лучше выращивать. Работа в НИИ сельского хозяйства ведётся. Что важно, к процессу подключились молодые учёные, которые будут вести свои разработки долгие годы, чтобы увидеть результаты труда. Так выведение нового сорта может занять 10 лет. Марина Рожко, Иван Юров, Смотри Хабаровск.